Мерседес грузовик будущего Эта модель я поставил в несвойственном для себя стиле Здесь очень много движущихся частей, вращающихся валов, шестеренок Модель большая, обычно в таких больших моделях я избегаю лишних передач Потому что все это трение, дополнительные потери И, как все знаете, мотор LEGO не очень сильный Лучше экономить силы и как можно меньше всяких передач делать Для примера, если посмотреть на останки или остатки моей валочной машины Здесь минимальное количество приводов, особенно в стреле Потому что на конце очень тяжелая валочная головка И здесь напрямую к актуаторам подведены моторы То есть, по сути, никаких потерь нет Только какие-то потери в актуаторе Но, в общем, они неизбежны и можно считать, что их просто нет Все цилиндры, которые двигают стрелу, они выполнены вообще без трансмиссии Это напрямую мотор-поршень Но у такой установки моторов на стреле, естественно, есть недостатки Стрела становится еще более тяжелой Если моторы на стрелу не ставить, она, конечно, будет полегче А моторы, установленные в задней части башни, они еще улучшат балансировку На самом деле, равновесие в такой большой модели это очень важная штука Если перегрузить стрелу или наоборот башню То можно просто вырвать поворотный стол или то, к чему он крепится Здесь у меня модель стоит Сейчас стоит Почти стоит На площади вот такой вот штучки, 3х5 дырки Для того, чтобы так хорошо ее отбалансировать Я поставил сюда еще 4 батарейных блока дополнительных Стрела сейчас в каком-то среднем положении Если я начну ее двигать То перевесится в какую-то сторону сейчас вся эта конструкция Вот, я перенес центр тяжести назад И все это назад перевесилось Поэтому, конечно, трудно подобрать какое-то оптимальное положение В реальных машинах каких-то больших Противовесы вообще сделаны переизменяемые То есть, в зависимости от нагрузки на стрелу Противовес подстраивается Ну, тут места маловато И не хотелось так заморачиваться Потому что цели такой не было Какие-то грузы поднимать большие Поэтому я сделал, что в каком-то среднем положении Конструкция устойчива Соответственно, вот она сейчас вращается Она стоит просто на поворотном столе Площадь вот такой штучки Еще раз повторюсь Давайте посмотрим на стрелу Это, наверное, самый технически сложный элемент В этой части идут три вала Они идут параллельно друг к другу Вот эти карданы соединения повторяются внутри С противоположной стороны В центре идет вал, который отвечает за подъем Вот этой секции стрелы Ближний вал отвечает за опрокидывание ковша Это не то И есть еще здесь дополнительная функция Это удлинение стрелы Как вы можете видеть Здесь я использовал зубчатые рейки От нового Мерседеса Мне они очень понравились У них большой диапазон работы Без проблем я их соединил навстречу друг к другу И получил очень большой диапазон работы Ковша стрелы Для опрокидывания ковша я здесь использовал Свою любимую красную шестерню Никакую смазку я здесь не использовал Все и так неплохо крутится Хотя шестеренок много Я думаю будет хуже все это работать Ну вот такая получилась моделька Есть у нее один недостаток Это секция стрелы Основная она очень сильно вниз опускается И недостаточно поднимается вверх То есть чтобы нормально играть Желательно его на возвышение поставить Ну это так Мелочь я считаю Можно в принципе при желании Просто чуть-чуть поменять положение актуаторов Ну мне вот это уже не нужно А так мне понравилось Работает все довольно неплохо И здоровая штука Прикольно с ней играть На этом я заканчиваю Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok